Ангельсблад, Германия Путин зовет инвестора в Крым, но там процветает коррупция Маттиас Брюгман Ангельсблад, Германия 24 апреля 2019 года Ограбление банка – это инициатива дилетантов Настоящие профессионалы основывают банк, так говорил еще Бертольд Брехт Также считают и хорошие друзья российского президента Владимира Путина В то время как глава Кремля в пятую годовщину аннексии украинского полуострова Крым зазывает в роскошный курортный отель Мрия, по-украински, мир, в Ялте Чтобы привлечь иностранных инвесторов в рай на Черном море, находящийся в бедственном экономическом положении Его старые друзья уже давно там все почистили Коррупция в Крыму еще хуже, чем в самой России Отмечают на условиях анонимности даже главы концернов в Москве Россия в недавнем индексе восприятия коррупции, приведенном Transparency International Transparency International Опустилась на 138 места среди 180 стран Несмотря на громогласные слова Путина и его намерений, наконец-то, решительно побороть коррупцию Не только старые группы, которые воспользовались ситуацией после российской аннексии без контроля со стороны киевского правительства, разворовывают полуостров Но и приближенные Путина Такие, как Николай Егоров, однокурсник главы Кремля Он также был преподавателем российского премьер-министра и задушевного друга Путина Дмитрия Медведева в аспирантуре Другие близкие друзья Путина основали в России Банк Россия, против которого после аннексии Крыма были введены санкции США Овкбанк Егорова равно год назад был лишен лицензии Центробанком из-за рискованной деловой модели А сейчас стало известно, что из обанкротившегося банка, в котором Егоров с 25% акций был крупнейшим акционером, до лишения лицензии было выведено 1,4 миллиарда рублей Это деньги, по данным главы Севастопольской счетной палаты Сергея Елизарова, пропали Они были частью аванса в размере 2 миллиардов рублей на строительство канализационно-честных сооружений компании «Биотехпрогресс», которая, по словам Елизарова, также присвоила трехзначные миллионные суммы Но это только недавнее свидетельство процветающей коррупции в Крыму Даже российские власти критикуют безалаберность и некомпетентность регионального управления в использовании субсидий из федерального бюджета, говорит Юлия Кушнир, эксперт по России Бременского университета и КОПСА За прошедшие годы снова и снова всплывали скандалы, присвоение средств из федерального бюджета и коррупция, отмечает эксперт Эти проблемы невозможно решить быстро После аннексии не произошло смены лет региональных структур власти Старые кадры, их кланы и родственники, которые участвуют в проектах, поддерживают друг друга, говорит Кушнир В результате необходимые финансовые затраты на инфраструктурные проекты возросли с 9,5 миллиардов евро в 2014 году до 11,1 миллиардов евро, а программа развития продлена до 2022 года Кроме того в январе была создана еще одна государственная федеральная программа по развитию Крыма на сумму в размере 4 миллиардов евро Полуостров входит в число активнее всего поддерживаемых Кремлем регионов, которые он считает своей государственной территорией В 2018 году субсидии из федерального бюджета составили порядка 76% регионального бюджета Крыма Поэтому Путин на международном экономическом форуме в Ялте, который пройдет до субботы включительно, заручится поддержкой частных инвесторов для развития Крыма Проявляющих интерес завлекают бесплатным проживанием в отеле класса «Люкс» на берегу Черного моря, персональным менеджером для каждого участника, парусной регатой и местными виноделами, как партнерами по виноделию Депутаты АТК нарушают своей поездкой закон, но Запад до сих пор не признает аннексию и ввел санкции Только депутаты АТК вопреки настоятельным рекомендациям МИДа воздержаться от поездок в Крым едут в Ялту Депутат Бундестага Маркус Фронмайер в прошлом году, по данным сайта форума, в качестве почетного гостя выступал с краткой речью на открытии форума На сайте Ялтинского международного экономического форума Фронмайер фигурирует даже как член организационного комитета, и не как частное лицо, а как депутат Бундестага В ходе беседы с российским государственным телеканалом МОН назвал аннексию нормальным состоянием Ситуация такова, что Крым сейчас, это российский Крым В этом и критики ничего изменить не могут, это нужно сейчас просто принять В этом году Фронмайер, по данным АТК, не поехал в Ялту Зато поехали депутат Бундестага АТК Вальдемар Герт и член Берлинской палаты депутатов Гуннар Лендиман Другие политики АТК от комментариев на эту тему отказались АТК ведет примечательную политику в отношении России и Украины В ходе международного медийного расследования Фронмайер, по данным одного российского стратегического документа, был назван находящимся под абсолютным контролем депутатом Бундестага Высокопоставленные кремлевские стратеги, по данным документов, подготовили планы по успешной поддержке резолюций в национальных парламентах стран ЕС Которые должны быть направлены против антироссийских санкций на признание Крыма частью Российской Федерации Фронмайер и другие представители АТК регулярно высказывались за отмену антироссийских санкций за строительство трубопровода «Газпром» и «Северный поток» 2. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...